Девушки отдыхают Девушки отдыхают Побеждает тот, чья оценка ближе к мнению экспертов Однако все может изменить бонусный балл от зрителей в студии Кто же победит в противостоянии полов? Скоро узнаем! Кристина, что делаешь? Проверяю ремни безопасности Там двойной ремень безопасности Пойдем, я тебе лучше покажу тест-драйв Ну пойдем Там шок-контент А теперь первый вопрос Сколько подушек безопасности в Hyundai Creta? Два, четыре, шесть Ну-ка Думай, думай, думай Два Больно! Вот! Следующий К какому типу автомобилей относятся Hyundai Creta? А. Внедорожник Б. Кроссовер И. В. Хэтчбэк Ну-ка Кроссовер! Итак, длина самого длинного лимузина почти 12 метров Второй чуть меньше 20 метров Третий 30 метров Наверное, 30! Браво! Браво! Молодец! В этом кроссовере нет партроников Которые, как выяснилось, очень нужны Мы остались живы Это самое главное Машина цела Колеса не очень Хух! Раз, два, три Ты посмотри На самом деле Вот реально очень близко поставили Машина просто очень длинная То есть это не ты виновата То, что ты сбила все баллоны Ты не виновата Я не все сбила По логике вещей То, что они стоят очень близко И вообще кто-то придумал дорожные правила Это является, собственно, виной всех тех, кто придумал это черт Это явно не моя Вот! Вот! Понятно? Я хорошо вожу Я вожу хорошо А сейчас я посмотрю, как ты проедешь Так, вопросы, поехали 1895 год Во всем штате Огайо всего два автомобиля Что с ними стало? Их угнали Они врезались Ими обменялись не глядя Обменялись не глядя Обменялись не глядя? Уверен, да? Да А! Больно? Это неправильный ответ Это неправильный ответ Правильный ответ Они врезались Они врезались Сейчас, как и я, это сделаю Нет, нет, ты даже аккуратно Ай-яй-яй, ты прям Второй вопрос Что отсутствует в базовой комплектации Hyundai Creta? Аудиосистема, датчик давления в шинах или кондиционер? Кондиционер Правильно Ты спас себя Двигатель с самого первого автомобиля, который разогнался до 100 км в час, работал на бензине, пару, электричестве Наверное, на бензине О, пару, пару Ору, ору Нет, на электричестве На электричестве Да, и было это в 1899 году Сколько комплектаций существует у Hyundai Creta? Три, четыре, пять Сколько? Наверное, три Три? Да О, четыре, четыре Пять Слушай, ну, ты, конечно, проехал получше, чем я Нет Ну, вот только лес Ну, смотри, во всяком случае, твои колеса стоят Просто за мной их поставили уже Знаете, где телочка за рулем? С ежиком на голове Мне кажется, ему нужно сиськи приделать Паша, если ты сейчас неправильно повернешь, мне придется сделать вот так Тогда я еще хуже тебе поверну Зря ты это Ой, да Пашка, Пашка Ну, мне кажется, я-то ладно сбила эти колеса, а вот ты Ну, понимаешь, если бы не сидела бы такая девушка, как ты рядом, я бы въехал нормально, но так-то мой зрение это смотрит на тебя все полностью Ну, в общем, я считаю, что я победила Я думаю, рассуют нас эксперты Ну, пойдем Ну что, готов к новому испытанию? Давай посмотрим, что там будет Давай, бери Держи На вечеринку На вечеринку лучших друзей Так, слушай, внимательно Я водила с любовью Вы очень дорожите на вечеринку, поэтому вам надо привести себя в порядок, прямо в машине Накраситься, побриться, сделать прическу и переодеться Вести вы будете друг друга Разрешается мешать сопернику О, побеждает тот, чей образ больше будет готов к празднику Удачи! На даче! Давай я буду вести, а ты будешь переодеваться Не вопрос Давай Попробую Так, едем на вечеринку Да, едем на вечеринку С музыкой С музыкой, да На вечеринку лучших друзей Ты танцевал с воздругой Ты целовал ее Обнимал Но обо мне О, мать! Как ты могла Поаккуратней Трудная дорога, я просто объезжаю Объезжаю Ты меня объезжаешь, девочка Ты меня хочешь убить? Нет, ничего Ничего Я тебе отомщу На самом деле, ты должен мне спасибо сказать Я объезжаю Да, ты вообще Молодец Интересно, мальчики собираются Так же, как девочки Мы в молодости Встречались Ух ты! Встречалась она Ты на дорогу Смотри Выпивали что-то там Красились Собирались Ну как, все нормально? Удобно? Это что, прекрасно Слушай, я сейчас буду бриться Если я неправильно побреюсь Я себя просто зарежу Ты хочешь моей смерти? Еще немного И Павел готов Еще немного Королем вечерин О-о-о-о Смотри, человек такой смотрит Не понимает, что происходит Не садитесь с ней Так, ну что, ты готов? Мы уже почти приехали Почти приехали Тогда я складываю Свои вещи Ты что, успел побриться? О, я уже успел побриться и помыться Ты же лаком там Нет, нет, нет Вот, видишь, как я шикарно буду выглядеть Мне кажется, я не туда еду Ах ты криворукая Вечеринка здесь? Блинноволосая красотка А, вот, по-куда должны были приехать Вот она, дискотека Ой, как красиво Дискотека, да, начинается Ну что, Паш, выходи Приехали на вечеринку Да, только ты меня открой Я закрыл Есть Успел переодеться? Ага, несмотря на твой талант Я готов идти вперед Все, видишь, побрился, помылся Нашла руки Надухарился и оп Навонял-то там лаком, а не надухарился Ну что, теперь ты готова Прокатиться на вечеринку к своим друзьям? Да, я очень хочу Я дома сижу вечно с ребенком Поэтому на вечеринку я соберусь идеально Поехали Сначала мне нравится О, о Главное, не покалечиться Чтобы тебе все понравилось Ну что, получается, девочка моя? Я еду, получится Я еду, хорошо Как учили в школе Вот так Как говорится, не расслабляйся Извини, пожалуйста Но что сделаешь? Сейчас приходила старая женщина Дорогу Пришлось ее пропустить Да, мы едем Все у нас хорошо Чуть-чуть осталось Чуть-чуть Еще два района по Москве И все И мы здесь Аккуратно, а то я буду некрасивая Поверь мне, тебе это не грозит Ты от природы красивая Важное дело Аккуратно, пожалуйста Едем Аккуратно, пожалуйста А, ты красишься Ну тогда лови Блин, это трэш Не стой так Е-е-е А-а-а Е-е-е Господи, это трэш Так, выходим Быстро, 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 быстро Быстро, быстро Смотрим на тебя Скорей, скорее, скорее Скорей Не докрашиваемся Велкам Вау Вау Да вроде так-то и ничего Только что с лица Как будто компота обжралась Компота? Да-да-да, вареница Блин, это вот так вот По всей машине, короче Аккуратно, это тебе знать Самое, когда красишься И тебе вот так вот вперед Правильно А потом назад Сделай так еще, когда красишься Это тебе не... Да, правильно Вот, собственно На вечеринку собрались? Да? Мы готовы? Ну пойдем на вечеринку Пойдем Туда или туда? Туда Ну пойдем Вон, видишь солнце Пошли Сегодня я поездил на Hyundai Creta И хочу сказать, что это бюджетный вариант Абсолютно Но в то же время крепкий Внешний вид он не привлекает Не отталкивает Он простой Вот как, прям вот Как крепо Простая Четкая и понятная Внешний вид Hyundai Симпатичный Но мне лично не нравится Наверное, она подошла больше бы мужчинам Моему папе Папе вообще в самый раз А мне так себе Внешний вид меня устраивает И все-таки не могу быть в восторге Теперь, что касается салона Вот, допустим Даже при моем маленьком росте В принципе Я уже сразу достаю до педали То есть человек чуть выше меня Возможно будет испытывать дискомфорт Дорожный просвет достаточно высокий Но это не значит, что это крутой внедорожник Просто он дает фору Некоторым легковым автомобилям В отзывах люди жаловались на кресло Что нельзя регулировать вот эту вот фигню Ну, нафиг она нужна? Вроде бы ничего так, конечно Назад можно отъехать То есть если захотите спать То поспите Вперед, хоп Ну, ведь приехала Ну, то есть в целом ничего Руль немножко жестковат Ну, не могу сказать, что он прям совсем плохой Но не для меня Панель и все остальное Не для девочек, я считаю Ну, для мужиков нормально Для девочек другая машина подойдет Я лично сегодня на нем попробовал поездить По лесной дороге По разным буеракам Хочу сказать, что подвеска ведет себя так себе Вот честно Неплохо, но так себе Не вывозит Вот, ну, не вывозит Мне кажется, что эта машина, наверное, для города лучше Потому что подвеска жестковата И на бездорожье очень-очень жестко едет Поэтому я ставлю ей, наверное, 6 Кстати, про вместительность салона Достаточно большой Семьей можно поехать куда-нибудь за город Взять удочки Сумки, пакеты, детей Кресла В общем, нормально Поместитесь Допустим, вы поехали на море За какие-нибудь там тысячу километров Вот я Во мне метр семьдесят Я влезаю Если расчет брать из того, что сидит человек сзади Чуть выше меня Ноги у него уже будут упираться Вот за это, именно за это место Я бы дал, ну, баллов семь И сюда влезает, ну, как минимум Два пассажира Можно сюда воткнуть третьего Но уже будет с трудом Уже, как говорится, тетю Галю из Саратова Вы хрен возьмете Пусть идет пешком Свой же Саратов Давайте посмотрим багажник Что влезет туда Ну, достаточно большой Поместится 15 пакетов С одеждой Если вы хотите перевезти Своего товарища из Питера в Москву То, пожалуйста Здесь очень прекрасное место Допустим, в салоне не хватило А жена ругается, что вы возите с собой друзей Здесь даже есть лампочки ему С подсветом На самом деле, действительно Очень вместительный салон Но, опять же, напомню Что у меня невысокий рост И, тем не менее Он является неплохим Для обычной семьи Которая просто хочет попутешествовать Разгоняется она Достаточно быстро Я ставлю, наверное, ей 8 баллов за разгон Учитывая, что движок 1.6 Разгоняется Она не прям рвет Но мне это и не нужно Она очень спокойно себя ведет На дороге Быстро Не набирает Многих это, собственно, пугает Они говорят Едет медленно Для меня Для меня лично Это приемлемое Потому что я буду возить здесь Только семью и чемоданы Поэтому она сильно не рвет Не рассчитывайте Но быть объективным 7 баллов По ее скорости Ну, а в целом Машине ставлю, наверное, 6 Потому что, ну, она не совсем моя И я считаю, что все-таки Она, наверное, для мужчин Сама машина оптимальная В принципе, она стоит своих денег Но У нее есть минусы Для более профессионалов Которые хотят драйвовой езды Крутых ощущений Здесь вы этого не получите Здесь только езда по городу Ну и, может быть, где-то Приехать на дачу 7 из 10 Hyundai Creta Вот и все Этот кубок для голосования Я передам нашим зрителям Хотя нет, давай ты А я посмотрю, как ты ходишь А теперь мы подошли К самому интересному Авторитетное мнение экспертов Ну что, начнем? Комфортный салон На самом деле Меня поразило тем, что Компактный автомобиль Имеет очень огромный багажник Это порядка где-то 400 литров И, видя, как вы там Делали разные фигуры В телосложении Вот, поэтому поставлю 8 баллов из 10 И, Виктор, прав На самом деле салон достаточно комфортный И большой багажник Но хотелось отметить Что он хоть и большой Но автомобиль достаточно узкий И если мы пятером Сядем в этот автомобиль Еще и загрузим Поедем на дачу Загрузим багажник Багажник То нам будет немного неудобно Так, я ставлю оценку 7 Мне там в этом автомобиле Было очень узко Вот А в целом все под рукой Все нормально Крэта достаточно Хороший, комфортный автомобиль И перейдем, наверное, к мощности двигателя Какую оценку ты сделал, Виктор? Мощность двигателя На самом деле автомобиль По сути, как вы видите Большой Вроде И 1,6 двигателя Для него, я считаю, маленький И тащить такую машину Составляет большой труд И я поставлю, наверное, 7 баллов Потому что такому автомобилю Наверное, минимум Надо 2 литра двигателя Я как раз-таки Не очень люблю гонять, как ты Виктор Но соглашусь с тобой И оценка у меня такая же 7 баллов Потому что Действительность обидна То, что наши производители Делают, так сказать Малулитражные Немощные двигатели В такие тяжелые автомобили Вот То есть 1,6 А 2,3 Недостаточно Для этой креты И поэтому моя оценка тоже 7 В принципе, с этой коробкой С этой коробкой Мне тоже не хватило динамики Вот И переходим к подвеске Здесь Подвеска По крайней мере для меня Она комфортная Почему? Она плотная Дает хорошую отзывчивость на руль То есть Если я еду Я могу свободно войти Уверенно в поворот Но Если поехать По каким-то неровностям Конечно Для многих водителей Доставить дискомфорт Потому что База автомобиля Короткая И на неровностях Будет немножко Задняя часть Подпрыгивать Поэтому Я там летала нормально Поэтому Я ставлю 7 баллов Этому Автомобилю Я поставил Еще хуже оценку На самом деле То, что подпрыгивает Боксим Подпрыгивает Я не буду гонять Виктор Но Мне охота Чтобы подвеска была мягкой Я плыл как на облачке Потому что Я устал После рабочего дня Всел в любимую Своей Финдайк Рэд И спокойно доехал Не замечая никаких Лежачих полицейских Но, к сожалению Финдайк Рэд Мне этого не дает Поэтому Из-за жесткости Подвески Я ставлю 6 баллов И это самая низкая Низкая оценка В 5 этапах А вот Насчет удобности управления Здесь у меня 9 баллов В целом Я действительно Достаточно Как бы Доволен Но хочу Мнение профессионалу Слушать Но здесь Я немножко с тобой Наверное Не соглашусь Потому что Для меня удобство управления Это включает Компактный размер Где я могу Прям одним Махом Поворота руля Поставить Припарковать автомобиль И Он В потоке Чувствует себя Комфортно Потому что Да Как мы заметили ранее Он узкий Вот И Я поставлю 8 баллов Этому Автомобилю Ну и Переходим К цене автомобиля Одно из самых Важных За что же Любить Крету Как не за цену Правильно Цена для меня Я считаю Завышенная Если мы будем Говорить Про двухлитровый Двигатель И полноприводный Вариант Поэтому Отдавать такие деньги Я считаю Это безумство И Нужно снижать цену Итак Ну на этом этапе Я На самом деле Похвалю немного Крету Потому что Все в жизни Относительно Относительно Этой цены И в конкуренции У нее Не очень Много соперников Поэтому Цена для Кроссовера Такого Городского Кроссовера Мне кажется Идеально Но несовершенно Поэтому 8 баллов И в целом Автомобили в России Очень популярны Вы все это знаете Везде они ездят Финдэк, Реда, Ковшеринг И так далее И так далее Поэтому наша Середняя оценка 7,3 У вас что, ребят? А? У меня 6,8 7,2 Все Ты, конечно, выиграл Но презрительских симпатий Достался мне Да, мальчик? Кстати Ты не знаешь Почему мужчины Чаще на навигаторе Ставят голос Оптимуса Прайма Чтобы было ощущение Что ты не простираешь время А спасаешь мир Мы завершаем нашу программу Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки И скажите На какой машине вы ездите Пока-пока Увидимся АПЛОДИСМЕНТЫ